все всем привет сегодня воскресенье я обещал вам съездить на рыбалку но так получилось что два клиента приехал да и поэтому 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 в общем рыбалка пока накрылась не знаю может постараюсь среди недели взять выходной и съесть на рыбалку если не будет клиентов да сегодня пока клиенты в городе надо им подобрать и конечно же потом спокойной совестью можно уже отдыхать так вот сейчас я проехал себя 5 нажига шоколад правда сейчас рановато до 9 утра воскресенье ну нет конечно никого и вот вчера там снимал я жека у нас получается лесная династия да и жека владимировский там в комментариях кто-то пытался писать вот там ради съемки вызвали там трех непонятно каких-то нам рабочих но я сразу скажу я обычно на объекты еду я не предупреждаю все равно доступ свободный вчера просто ехал человека сначала с аэропорта до клиента и поэтому заехал поэтому ники там иллюзии может не строить я конечно понимаю что охота зацепиться или еще что-нибудь но нас а на самом деле на самом деле как бы цели не было там вас обмануть сделать лишь там кто-то работает как бы стараясь в своих обзорах отображать все как есть поэтому как бы ну не вижу благо есть там у нас конкуренция там и да и поэтому вы как тяжело девушки строите поэтому как бы не знаю можете принципе писать все что угодно но я считаю что владимировский построиться все таки и вот я думаю до нового года он сдастся заверили нас что будет три этажа почему-то на шахматке 5 этажей не знаю и у них почему-то но изначально три этажа даже крыши насколько я понимаю они даже крышу 4 мансардный они его в продажу не выставляют потому что не знаю потому что него нету разрешения да потому что крыша отдельно вводится в эксплуатацию ну мансардное чтобы сразу было понимание поэтому они продают только то что на что у них есть документы ну вот как то так теперь теперь посмотрим какие еще ну вот шоколад все таки я не буду пока рекомендовать продавать потому что знаю но нет пока там никого и не знаю может будет строить не будет строиться хотя это фазешный объект теоретически он должен быть хорош застрахованный но смысл этой страховки если она все равно не выплачивается да смотрите тоже сейчас мне за последнее время обратилась три человека особенно после того видео где я там на ники побывал которым я пыталась девушка с агентства родина меня хотел ну там пыталась развести меня и вот тоже там пишут там вот а как там деньги вернуть или еще что-нибудь ну что я могу сказать ну если я говорю что надо сделать и вы меня не слушайте но то зачем мне знать такие вопросы понимаете но как бы говорю как надо сделать не охота блин но наверно построиться он наверное он сказал что октябрь месяца сдаст зачем-то там не задавать вопросы как вернуть деньги которые взяли похоронили в данном проекте давайте вот как бы с вами тоже будет потому что смотрите ну вот каждый ваш запрос вот каждый кто мне пишет в личку там ватсапе в вайбере на классиках вконтакте в фейсбуке я каждому из вас всегда даю обратную связь там скайпе даже пишут везде он даю обратную связь но вы понимаете что когда я вам даю обратную связь и вижу что у вас какие-то проблемы или еще что-нибудь я как бы со своей стороны так вам сказать ну я немножко отвлекаюсь как бы мне приходится как бы вместо того чтобы взять там и там ну сделать более такую подборку все поэтому конечно может быть проверка ее да отзывчивая или сюда отзывчивая все но не просто если человек как бы не хочет услышать правду зачем про нее спрашивать да у меня уже просто человек 5 таких клиентов которые вот другие компании взяли купили и и теперь получается эвакуатор на тротуаре поэтому избирают так вот смотрите вот как бы ну просто даже думаю даже нет смысла там на эту тему писать переписываться или еще что-нибудь просто ну либо вы хотите чтобы я просто вам взял и наврал и сказал вы знаете вот как бы на самом деле все будет хорошо ну не могу я сказать говорю как есть если все плохо значит все плохо если все хорошо значит все хорошо не могу я иначе понимаете как в песне русского как в руки вверх теперь еще один такой момент я тоже разговариваю по клиентам по телефону так я с вами в первую половину дня не могу увидеться говорю это с большим удовольствием встрече сегодня за немножко до сих пор мы вот какой взяли как бы поселились в аддлере поэтому мы возьмем у нас мы завтра едем в недвижимость потому что у они не получается у них что-то не получается потому что мы далеко живем они живут в сочи мы с утра едем к ним в офис мы в офисе с ними пообщаемся да там забыл процесс недвижимость поедем в проф недвижимость нас не пообщаемся Потом, если что, мы после обеда и все что с вами встретимся На вопрос, а почему они за вами не заехали Те говорят, ну, мы потому что далеко живем и так далее Ну, я вот хотел восстаться ко всем клиентам Ну, вот вы когда вот так поступаете, вы себя уважаете хотя бы чуть-чуть Я не говорю, что вы работаете с тремя, с четырьмя, с пятерыми агентствами Это нормально, это ваше право Ну, это нужно быть какое неуважение, чтобы, например, вы через весь город Либо на электричке, либо на автобусе, либо на такси Должны ехать в агентство недвижимости Там вы должны сделать сделку Раз за вами не могут даже на машине приехать, скорее всего, вам толком даже нормально прокат не дадут Вам постараются впендюрить, всучить какой-нибудь неликвид Самое интересное, что обычно, ну, там, лимит у клиента, ну, миллион четыреста Самое интересное, что, как вам сказать Скорее всего, за миллион четыреста готовый объект не возьмут Скорее всего, возьмут какую-нибудь стройку, да Скорее всего, этому человеку дистанционно будет интересно Как там происходит стройка? Какие там документы появились? Какие не появились? Ну, вы понимаете, если потенциального клиента, который приехал купить квартиру Не может риэлтор приехать и встретить на машине, да Забрать к себе, довезти до офиса, да, показать То вы представляете, как он себя будет вести Это до сделки Как он себя будет вести после сделки Ну, я уверен, процентов на 90 Да какой на 90, на 100% уверен Он просто на вас забьет с огромной колокольни потом, понимаете Просто, как вам сказать Я понимаю, вот, как бы, если там, например, бывает, там, например, там, ну, конкуренты Они там берут, там, с аэропорта встречают, там, размещают Как бы вот так вот все делают Там, экскурсию делают, там, бесплатно по городу Ну, классно Ну, мне нравится Это хорошая, классная конкуренция Ну, и реально приятно работать Кстати, таких вот сейчас в компании много появляется А это, представляете, просто взять Прийти к бездельникам Попробовать отдать свои деньги И самое интересное, как бы Ну, если нас там не устроит То мы с вами встретимся И так далее Ну, блин, я не знаю Просто, как бы, ну Я не то, с чем Мне-то, в принципе, вообще без разницы Одним человеком больше Одним человеком меньше, да Ну, я говорю, как есть Я, в принципе, у меня клиентов хватает И, как бы, от этого я оттуда и сделаю Как бы, богаче не стану Или беднее не стану Но, как бы, ну Нужно же себя уважать Нужно же себя немножко уважать Понимаете Я, конечно, не стал ничего переубеждать Номер телефона свой оставил Ей желание наберет И мы, соответственно, возьмем и поработаем Как бы Тем более, я знаю сто процентов Что в этом сегменте, как бы Лучшего специалиста, чем меня нету просто И, скорее всего, вряд ли там кто-то появится Но, говорю Ну, потому что в Адлире поселились Поэтому, конечно, мы далеко, мы понимаем Поэтому мы завтра с утра едем туда В профнедвижимость Там вот мы встретимся с девушкой Все Я не знаю, по обедным пешком, что ли, пойдут Если даже не могут встретить У нас, я могу сразу сказать В компании Элитной Сочи У нас это ненормально Вы хоть там поселитесь в Лазаревском С вами в Лазаревское приедут за вами Отвезут, проводят, покажут Обратно все Ну, у нас именно такая политика компания Ну, вот именно так вот И с вас там никто не потребует Там никаких денег Никто с вас не попросит скинуться на бензин Как это вообще даже в других компаниях Подходит, ну, у меня купила клиентка Они к ней подходят Говорят, так, вот так, мы на вас потратили бензин С вас 5000 рублей на бензин Я говорю, ну, пусть они подходят и пойдут ко мне, говорю Я, если что, им отдам, говорю Но я просто хотел посмотреть, как они будут со мной разговаривать Хотел на видео заснять Да нет, мы просто сказали там Ну, знаете, как сказали там Проканает, не проканает Поэтому тоже, конечно, посмеялись чуть-чуть и все Поэтому смотрите Как бы, смотрите сами Вот как раз этот ролик прям со вчерашнего Я просто поразился, блин, думаю Я понимаю, если бы там была одна фирма, да И у которой больше ничего там Или какие-то условия были, спец или еще что-нибудь А там, говорю, ну, просто Так вот Жестко, жестко Ну, все Ладно, приехал я на автомойку Пока сейчас быстренько подготовлюсь к прокату И мне помоют машину Ну, все, давайте Хороших вам выходных Я сейчас сегодня, надеюсь, быстренько отработаю И все И сниму вам еще, может, пару хороших проектов Все, всем пока